Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот хотела уже уйти и наткнулась еще на один вопрос, который обязательно мы должны обсудить. Летом же некогда. Вот в прошлом году я когда высаживала, и в позапрошлом тоже, и говорила, ну было видео, что добавлять весной в лунку. Я говорила, что туда немножко суперфосфата, ну и на этом остановимся, все. И столько же много этих противников суперфосфата и начинается. Один пишет, зачем тогда выращивать, ну я имею ввиду один зритель, может быть это женщина, я уже не помню, спрашивают. Зачем тогда выращивать и иметь свой огород, если получаете такие же отравленные химией овощи, тогда можно покупать в огороде. Дальше идут, следующие идут дальше. Так она сыпет без разбора, потому что все равно все на продажу. Хотя ни одной помидорки в жизни я не продала, но даже если бы я продавала, мы же тоже едим с этого участка. И вот такие иногда нелепые комментарии, на которые хочется ответить, потом думаешь, ну время жалко, я лучше это время уделю растениям, буду там их поливать или посынковать. Вот сейчас я хочу на этот вопрос ответить, все-таки применять или нет удобрения, и вредны ли они, или полезны ли они. Я даже не буду никакого научного обоснования под свой рассказ подкладывать, потому что это мы углубимся туда, что я скажу сейчас об одном. Есть случаи, когда удобрения нам совсем не нужны. Вот я расскажу две ситуации со своей жизнью, а есть случаи, когда без удобрения вообще ничего не вырастет. Вот первый случай я расскажу из детства. Когда мой отец построил дом, мы жили в деревне, им дали новые наделы, вот такие свежие, где никто ничего не выращивал. Вот эта черная земля, вот слой продал плодородной земли в деревне, мне казалось, она такая, она прям как мажется, жирная. Естественно, я в детстве не видела вообще никогда, чтобы кто-то, да их, наверное, не было, чтобы кто-то приносил какие-то вот эти пачки, и вот эти гранулы рассыпали. Конечно, с коровника рассыпали вот этот вот, и делали теплые грядки, все. Но вот сколько я там жила до отъезда своего из дома, пока не уехала учиться лет 10, я ни разу не видела вот этих удобрений. Но в этом случае они и не были нужны. Это вот такие еще неистощенные, свежие земли, плодородные, тем более где-то там далеко за городом, там экологически чистое место. Вот в этом случае, может быть, и много лет не нужно будет удобрения. Она вот эта черная, такая жирная земля, ничего туда не добавляли, все там росло прекрасно. Вторая ситуация из жизни. Когда я сама уже выросла, вот начала жить в этом городе, купили этот дом. У нас город Бийск, если кто знает, он находится по берегам реки, река Бия. Кстати, единственный город, основанный не просто так к какому-то заводу пристроенный, а по указу Петра Первого, ему много-много лет. И вот мой дом, не буду врать, в 1911 году был построен. У меня документ не сохранился, мы на этом месте построили новый, тот разрушили, а у соседки есть 1911 год. И у нас большинство всех строений при царе Николае Втором. И уже в это время люди занимались, вот в этом моем огороде выращивали овощи. Вы представьте, глубже я не копаю, может быть, и раньше выращивали, но с 1911 года, более 100 лет, выращивали овощи на этом огороде, естественно, вы понимаете, вот сейчас как все люди образованные, все оттуда вот так потреблялось, все питательные вещества, ничего туда не вносилось. Ясно, что до революции военное, послевоенное время никто удобрения не вносил, но хозяева, у которых я покупала и которые жили 30 лет на этом месте, она мне тоже сказала, мне муж не помогает, я ни разу не удобряла, ничего не делала, сразу сказала, на этом огороде у вас ничего расти не будет, потому что у нас песчаная почва. Считается бедной песчаной почвой. И вот в этом случае, если, например, я бы ничего не вносила, не добавляла, не удобряла, у меня бы вообще ничего не было, но первые 10 лет так и было. И я мужу всегда говорила, мы весной это посеем, потом все зарастет, на работе вечно нам некогда, дети там шарятся в этой траве, что-то ищут, даже лунки найти не могут. И когда мне муж говорил, что что это, не ухаживаете за огородом, прополоть может или что, а я всегда говорила, ой, что его полоть, там все равно ничего не вырастет, это земля такая все. И мне тогда, вот если честно, я как после жизни в деревне, вот сравнив эту ту землю, я думала, что вообще на моем участке ничего расти никогда не будет. И мне никто в то время, когда я была совсем молодая, мне было 20-21-22 года, мне никто не подсказал, что можно удобрения какие-то внести, и уже в тот период можно было хотя бы что-то получить. Все покупали с рынка, закатывали, но там, ну самое элементарное, что-то вырастало, лук, редиску детям выращивала, все. Потом, когда я уже более начала углубляться, начала эту информацию искать, самое первое, что я сделала, я стала завозить вот эту вот черную дерновую землю. Стала завозить хотя бы машину на 2 года, и при посадке в лунку я начала все это добавлять. Но, поверьте, даже если мы грунт свежий завозим, если у нас вот песчаная земля, и там вообще ничего нет, ну как пыль на дороге, в этом случае без фосфора и без калия никаких таких сладких, вкусных, крупных помидор не получить. И поэтому, я вот сейчас как сравнила вам, чтобы вы поняли, что, конечно, если у вас земля вот такая, как в первом варианте, вот она свежая, не истощенная, жирная, черная, может быть, у вас все вырастет и без этого. Но вот как второй вариант, какой нам достался вот этот участок, истощенный несколькими десятилетиями вот этих огородников, которые не ухаживали, не удобряли, ничего вообще не росло. Только когда я стала немного при посадке по ложке суперфосфата добавлять, и потом фосфорно-калийный, вот этот весь уход начала делать, тогда появились, о чудо, первые плоды. Оказывается, у нас на огороде можно что-то получить. Я была рада хоть что-то вырастить, что-то получить. Ну а сейчас вы сами видели. У меня, как говорится, вот как мы купили, как сейчас земля и небо. Конечно, это я и землю завожу, во время посадки хоть немного в лунку свежей земли добавляю, перегну и добавляю. И если уж вам так не нравится вот это фабричное удобрение, хотя все говорят, специалисты, что если применять в меру, то это необходимо, особенно вот для таких истощенных, как наш участок, для бедных почв. Если в меру, то можно, но если вы уж не хотите, то нужно фосфор обязательно добавлять. Вот в прошлом году я добавляла рыбную муку, но это обходится очень-очень дорого. Мне хватило всего 2 теплицы, я вот в лунку добавляла. Она там пачка небольшая, стоит 100, по-моему, рублей. Это золотые, ну как, золотые будут помидоры. Все-таки вот эти фабричные минеральные удобрения, они немножко подешевле. Но всегда у вас есть выбор, или применять вот это органически. А, да, хотела еще сказать про эти, про подкормки травяные. Некоторые пишут на 100% уверенные в своей правоте, что зачем я буду удобрять минеральными удобрениями, я делаю травяные подкормки. Но тут тоже начинающие огородники должны разницу, ну как, сознавать. Травяные подкормки это преимущественно азот, а вот эти вот фосфорно-калийные, это совсем другие. Вот рыбная мука, она может заменить фосфорно-калийные удобрения, но только не травяные подкормки. Это две больших разницы. И лучше всего, конечно, в комплексе. Добавляете немного фосфорно-калийных, потом добавляете вот эти подкормки азотные, и все будет хорошо. Вот это мое мнение, применять или нет удобрения, вот эти фабричные, которые, как говорят, это вы травите свои овощи, свою продукцию. Но я хочу вам заметить, что даже те, которые вот ЗОЖ, как это здоровый образ жизни, придерживаются вот этих принципов ЗОЖ, они идут, берут, варят себе овсяночку, или там какие-то черный хлебушек берут. Вы не забывайте, что и ваша овсяночка выращена с применением минеральных удобрений, и черный хлебушек на полях обязательно обрабатываются все посевы. Все это у вас выращено с применением этих же удобрений, так что это вот немного лукавства, то, что мы здоровый образ жизни ведем, мы ничего такого не потребляем. Уже все это заложено во всех магазинных продуктах, что бы вы ни купили, все выращивается, все злаковые, все кашки, даже детские и недетские, все это выращивается с применением вот этих удобрений. Так что если мы будем применять на своем участке небольшую дозу удобрений, это пойдет только в пользу, а не во вред. Но кто-то может опять не согласиться, я уже даже спорить больше не буду, просто я свое мнение высказала, я его придерживаюсь, что вот в таком ситуации, как я живу в городской черте, бедный грунт песчаный, вообще ничего там нет, без применения небольшой дозы умеренной фосфорно-колейных удобрений не будет ничего хорошего. Придется опять говорить, что ой, у нас такой огород, что ничего там вообще не растет. Но я всегда делаю в меру, и даже не из-за того, что как боюсь отравить себя или свою семью, это ничего, это не скажется, конечно. Я просто делаю один раз весной преимущественно, летом просто у меня уже руки не доходят. Вот у меня в том году было 2000 корней, если их все еще удобрять, летом ходить. Я один раз, по-моему, монофосфатом по листу подкормку делала и все. Этого хватает, вот или весной при перекопке рассыпать немножко, или в луночку добавить. Но в луночку добавить экономнее получается, там именно локальное вот такое удобрение. Все, это мое мнение о применении удобрений. Но опять же, каждый решает сам, применять или не применять. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова